Ты задумывался, в какое время ты живешь? В прошлом веке наших дедов сажали и расстреливали за анекдотом на кухне. А сейчас к нам врываются с обысками и нас сажают за посты ВКонтакте, Фейсбуке, в иных социальных сетях. Как и раньше, страшно говорить, страшно фиксировать то, что мы видим вокруг. Мы как мыши должны сидеть по углам, не пикая, иногда лишь таская с барского стола объедки до обрызки. Те, кто посмелее, просто давят, сшибают, сажают, тихонечко убивают. Конечно, творится вообще жестянка. За защиту идти некуда. Следствие, суд, прокуратура, все просто защищают этот бардак. Каждый думает, что делать. Что я могу один? Я тоже не знаю, что делать. Я просто охреневаю от того, что происходит вокруг. Я чувствую это людское горе, эти слезы в подушку. От того, что люди не могут этому сопротивляться. Их просто перемалывают. Единичные семьями в масштабах страны, тысячами, сотнями тысяч. Этот молох, который не может нажраться. Этот молох, который своим беззакониям приносит жертвы темным силам. Конечно, надежда всегда, она светлая. Надежда всегда, она хорошая. Но это светлое и хорошее сделать можно только мы с вами. Каждый по отдельности, понимая, что мы в совокупности составляем наше государство. В очередной раз я хочу сказать именно тебе, Борис, там, где живешь, помогай тем, кто в виде.